Итак, час назад завершились выборы губернатора в Приморье. Идет подсчет голосов. На пост претендует 4 кандидата. За 2 часа до закрытия участков явка избирателей составила почти 40%. Новости узнаем прямо сейчас. У моего коллеги Алексей Конопкон выходит к нам на прямую связь из Владивостока. Алексей, приветствую. Есть ли уже какие-то предварительные цифры? Да, коллеги, здравствуйте. Ну, мы ждали после закрытия участков все-таки итоговые явки. Но члены Центрозбиркома, которые находятся здесь, нас разочаровали, сказав, что все-таки итоговую явку мы узнаем, скорее всего, уже из итогового протокола вместе с окончательными результатами этих выборов. Так что пока, что по тому вопросу, который касается активности избирателей, мы оперируем только данными на 18 часов местного времени. И вот там цифры очень хорошие. Почти 40%, это на 10% больше, чем на аналогичное время на сентябрьских выборах. Ну, в лидерах явки географический центр Приморья, а в аутсайдерах Владивосток. Но у нас есть первые данные уже по результатам выборов всего. Свои голоса, вот по данным на 18 часов, отдали около 580 тысяч жителей Приморья, а 9,5 тысяч голосовали в процедуре досрочного голосования. И вот как там распределились голоса. Кандидат Андрейченко – 12,95. Кандидат Кожемяка – 71,48. За кандидата Тимченко проголосовало 2,6. И за кандидата Чемерис – 4,71. Ну, конечно же, здесь после отмены результатов сентябрьских выборов особое внимание было приковано к чистоте, к отсутствию нарушений. Около трех тысяч наблюдателей, в том числе от общественной палаты Приморья и самих кандидатов в губернаторы, смотрели за выборами непосредственно на участках. Также можно было звонить постоянно в течение всего дня на горячую линию центра сберкома. И вот интересный факт – ни одной жалобы на нарушения за весь день ни центра сберком, ни краевой сберком так и не зафиксировал. Приходилось лишь проверять данные из социальных сетей, из медиа. Там действительно были сложности, небольшие нарушения, но серьезно они на результат не повлияют. В целом, если анализировать вот эти имеющие место обращения, можно сделать вывод, что они не носят массового и критического характера, не влияют на общую картину, на волеизъявления. Избиратели не создают непреодолимых условий для голосования, для волеизъявления граждан, не содержат массовых фальсификаций. Еще один признак этих выборов – это массовые фейки, то есть фальшивые новости. Все началось еще ранним утром, когда в одном из телеграм-каналов заявили, якобы в находке в гимназии номер 5 есть нарушение, но потом выяснилось, что просто гимназии номер 5 в находке не существует. И вот подобной информации в течение дня было очень много. Например, люди пытались проголосовать по паспортам СССР, что они по закону сделать могут, но оказалось, что сами эти паспорта выданы в 2018 году. Но также приходилось проверять членам Центра сберкома и видеоролики с якобы вбросами на участках в Приморье. Помещения данных участковых избирательных комиссий были сняты на видео с четким проговором, что съемка осуществляется сегодня. Председатели соответствующих участковых избирательных комиссий представляются, фиксируется время. И что мы видим? Абсолютно разные помещения. То, что зафиксировано сегодня, и то, что вбрасывается как фейк. Ну, в общем, можно сказать, что выборы состоялись, а их результаты пока текущие можно отслеживать в режиме реального времени на сайте Центра сберкома. Коллеги. Да, спасибо, Алексей Конопко. О первых итогах губернаторских выборов в Приморье. Продолжение следует.